После трагедии в подмосковном Крокус-Сити-Холле россиянам стали массово приходить сообщения в мессенджерах и соцсетях с предложением поучаствовать в терактах. Неизвестные обещают заплатить большие суммы за минирование торговых центров, школ и других общественных мест. Обещают обеспечить оружием, готовы предоставить план действий. В зоне влияния в основном находятся подростки и молодежь. Они чаще публикуют персональную информацию, эмоционально реагируют на политический контент и не всегда могут отличить фейковые новости от реальных. Но, по словам психолога, стать жертвой преступной группировки может и взрослый человек. Около 90, даже 90 с лишним процентов населения внушаемы и гипнабельны. То есть негипнабельных людей меньше, чем гипнабельных. Это надо понимать. Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для них не существует грязных методов. Спектр воздействия очень широк. От психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа. Работу ведут очень грамотные, подготовленные люди, знающие человеческую психологию. И если какие-то незнакомцы в соцсетях, в нашем городе это меньше распространено, но даже бывает и в оффлайне, знакомства такие навязывают, то прежде чем вот так бездумно доверять, нужно очень хорошо прислушиваться, приглядываться к этому человеку. У вербовки есть несколько этапов. Сначала преступники собирают о человеке информацию в социальных сетях, смотрят, чем он увлекается, определяют его слабые стороны и болевые точки. После незнакомец пытается установить с вами доверительные, дружеские контакты, интересуется вами, предлагает помощь. Как правило, такое общение часто бывает навязчивым. Войдя в доверие, преступники действуют более смело, начинают настраивать против общества. На подростков особенно это сильно влияет. А что ты сделал вообще для того, чтобы изменить общество? Ведется давление на чувство вины, вот эта вот несправедливость, что нужно что-то для этого мира сделать важное, что нужно восстановить справедливость. Ну вот такие. То есть такая идеологическая обработка. Много могут говорить о религии, о том, что вот Бог с нами, там это все с Божьей помощью. Далее вербовщики переходят к прямым предложениям сделать то или иное противоправное действие. Родителям необходимо предупреждать детей обо всех возможных рисках и угрозах в интернете, научить их не отвечать на сомнительные предложения, быть более критичным. На самом первом этапе, на начальном этапе, очень внимательно относиться ко всяким разным незнакомцам и онлайн, и оффлайн. И задавать, критически быть настроенным нужно и задавать вопросы. А для чего вы мне это рассказываете? А с какой целью вы мне это предлагаете? Что вы там от меня хотите? Не нужно грубости, не нужно никаких таких вот резких движений. Вежливо, спокойно прояснять. И нет, отказываться мне не нужно, мне это неинтересно. Если собеседник становится навязчивым, заблокируйте его. Будьте внимательны к своему ребенку. Если у него резко изменились интересы, образ жизни, мировоззрение, то стоит насторожиться. Родителям также важно налаживать доверительный контакт с детьми, рассказывать им о политической ситуации в стране и возможных угрозах киберпреступников. Полное интервью с психологом смотрите в рубрике «Без комментариев». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.